Судебные слушания над педофилами обычно проводятся за закрытыми дверями, но сегодня судьи решили не молчать. Проблема достигла критической отметки. Всего за последние три месяца в области задержали 8 человек, которые жестоко и в извращенной форме насиловали детей. На брифинге судьи рассказали о самых вопиющих случаях. Проходил мимо дома, своих соседнего дома, соседского дома, знаю, что там есть маленькие дети, малолетние дети. Вошел в дом, взломал дверь входную, убедившись, что дома взрослых нет, только две девочки. Он воспользовался беспомощным состоянием, изнасиловал их в естественной форме двоих. После этого родителей на тот момент дома не было, они отставили детей и вышли по своим делам на 3-4 часа. Он этим пользуется, через час, через некоторое время опять приходит, опять их повторно начинает насиловать. Возраст современных педофилов удивляет. Насилуют детей и пенсионеры. Уголовное дело возбудили против 62-летнего мужчины, который несколько лет принуждал к половым отношениям своих родных дочерей. Самое страшное, педофилами становятся и сами несовершеннолетние. Случаев, когда преступником был подросток, тоже немало. 16-17-летние, 15-летние дети насилуют детей младшего возраста, 8-10 лет. Вот в городе Шимпенде тоже был случай, когда обманным путем 16-летний подросток завел 10-летнего ребенка за гаражи, где никто его не видит, и воспользовался этим, произвел с ним акт мужеложества. Значит, несовершеннолетний, сам подсудимый несовершеннолетний был признан виновным по статье 121-й, части 4-й. Ему назначено было 10 лет лишения свободы. Зачастую преступники до конца отрицают свою вину, даже если все доказательства налицо. Ведь прекрасно известно, какая очередь ждет педофилов на зоне. Продолжение следует...